Итак, очередная часть. Не знаю во сколько уложимся. В прошлый раз закончили, по-моему, на Камраде Тексас 404. Кирилл Смирнов. Планируется ли разбор сериала «Оранжевый – это новый черный»? Нет, Камрад, я его не смотрел. Будет ли продолжение роликов с Руслано Кармано про разбор деятельности находчивого и довружелюбного умельца извлекать деньги из чужих карманов Илона Маска? Я, честно, не знаю. С Русланом уже со времен карантина пандемийного не общались. Даже не знаю, как у него дела. Если что, Руслан, привет. Всегда готов. Камрад Юджин. Слышали ли вы про Зинаиду Виссарионовну Ермольеву, советского микробиолога и эпидемиолога. Во время Сталинградской битвы бушевала эпидемия холеры. Пенициллин тогда был только у американцев. И согласились они его дать только за огромную сумму. Но Ермольева сказала, что создаст препарат сама. Во время боев в подвале одного из домов шла работа по созданию препарата. Ей доставляли тела погибших от холеры солдат, на которых проводили исследования. В итоге пенициллин был получен. Блин, я всегда думал, что пенициллин это какая-то плесень. Зачем трупы? Мало того, после войны американцы привезли свой препарат в СССР, дабы сравнить с разработкой Ермольевой. Наш пенициллин превзошел американский ин витро и ин виво. После этих событий Ермульева получила прозвище госпожа пенициллин. Пенициллин ханум. У кого, камрад? Пенициллин ханум. У американцев у нас в связи с вышесказанным хотел задать пару вопросов. Первый. Скорее риторический. Увидим ли мы когда-нибудь достойные экранизации про таких людей? Ну, вот уже про Зою Космодемьянскую увидели. Которая, оказывается, воевала за булочку и за трамвайчик. Ну, а за что это пенициллин делала, вообще непонятно зачем. Ведь здесь прекрасно все. Сталинградская битва. Изобретение препарата пенициллина. Испытание и победа над американским аналогом. Картину можно отснять. Уровня Майкла Бея. Боже, упаси, камрад. Последнюю смотрел под названием амбуланция. Она же скорая помощь. Такая дрянь. Души свет. Пока такие личности преданы забвению. Есть ли у нас будущее? У нас 73 года. Наивысших достижений советского народа преданы забвению, камрад. Оплеваны, обгажены со всех сторон. И забыты. Что самое главное. Второе. Была ли идея пригласить на разведопрос эпидемиолога? Причем, побеседовать не о прививках. Ведь это только раздел науки. А о эпидемиологии в принципе. Что такое основные принципы закона ИТБ. Полагаю, а скорее надеюсь, что большинство ваших подписчиков здравомыслящие люди. И более-менее знают, о чем речь. Но все же некоторым будет очень полезно. Тем более, в СПБ есть замечательная кафедра эпидемиологии в университете Мечниково. Пандемия вроде как прошла. Но то ли еще будет. Я уже не успеваю, камрад. Вот кого-то звать целенаправленно. Оно все убыточное. Понимаешь? А кризисные явления никто не отменял. Они меня касаются точно так же, как и всех остальных. Я не могу победить. Надо или деньги зарабатывать, или с людьми беседовать. Не получается. Олеся Меннец. Сериалы про политику интересны к разбору вам и личному составу. Молодой папа, новый папа, карточный домик. Там все обманывают, манипулируют, лукавят. Должно быть интересно послушать разбор. В первых двух еще и в гранях искусства можно разбираться. Интересно, конечно. Только где время-то взять, непонятно. Тагильчанин. Смотрели ли вы сериал Сыны Анархии? Если да, хотелось бы увидеть разбор данного сериала. Ну, я несколько серий с первого сезона смотрел. По-моему, очень скромные качества у этого сериала Сыны Анархии. Какие-то там... Не говоря отдельно про период, где латиносы под названием Майя. Как бы это помягче сказать. Какой-то дебил за кадром их называют. Майянцы. Майянцы. Идиоты. Руки оторвать. Вообще не подпускать никогда. Вон из профессии. Вот. Кроме этого, как-то там очень скромно. Я не впечатлился, честно скажу. Алексий 1922. А вы были в Калининграде? Да. Если были, расскажите о впечатлениях. Ну, хороший город. Красивый. Там, где сохранилось красивое. Много раз рассказывал. Понимай правильно, что я по городам ездил в основном на гастроли. То есть, это самолет, аэропорт, гостиница, кинотеатр, гостиница, аэропорт. Редко-редко ты там можешь куда-то съездить, чего-то посмотреть. Ну, вот. В Калининграде возили. Я попросил отвезти меня посмотреть какой-нибудь форт. Заштурмованный советскими войсками. Меня отвезли. Я там форт разглядывал. И тут же там принимающая сторона сказал. А вот здесь у нас улица таможенников. Я сильно смеялся. Это же насколько надо уже оборзеть от безнаказанности. Что даже не бояться там селиться своей гурьбой на, так сказать, а вот смотрите, здесь мы богато живем. Дома строим. Атас. Сейчас такого, конечно, уже сильно меньше. Но все равно было круто. Шамста. Это 21 день назад, если что. Вопросы заданы. Три недели. Видел вас сегодня в родном Пятигорске. Какие впечатления оставил город? Успели подняться на Машук? Пятигорск отличный город. Поднялся я там в какой-то беседке, где Эолова-Арфа. Туда забрались. Там посмотрели, вниз спустились. Везде походили. Попили кофейку. Там площадь. Забыл, как называется. Много-много цветов. Перед самым отъездом все уже... Там тюльпаны распустились, заколосились. Красота нечеловеческая. На Машук съездили два раза. Один раз дождик шел. Второй раз. Хорошая погода была. Вот. Везде красота. Жили в Есентуках. В одну сторону Кисловодск. В другую сторону Пятигорск. Кисловодск там, как мне показалось... Я, наверное, не везде был, но он как-то это... Под отдыхающих больше заточен. Так, наверное, правильно сказать. Бульвар. Гора с этими теренкурами, где там пешком ходить и еще чего-то. С техника абсолютно неправильная, конечно. Вот. Но мы на электрокаре заехали наверх. Покурили. Съехали вниз. Прекрасно. Великолепный воздух. Везде, короче, где были. Есентуки, Кисловодск, Пятигорск, Ставрополь. Везде понравилось. Везде чисто благообразно. Прямо вот радует глаз. Дороги отличные. Красота у вас. Там жратва. Отвал башки. На какие-то медовые водопады заехали. Я всегда думал, что самая баранина в Исландии. Там самая вкусная. Горные ручьи. Тут мхи какие-то растут. Невероятная баранина в Исландии оказалась. В Кабардино-Балкарии баранина еще покруче, чем в Исландии. Я такой жирной баранины в жизни не ел. Какой нас накормили на этих медовых водопадах. Очень круто. Очень вкусно. Страшно понравилось. Вся еда замечательная. И в Есентуках мы там ходили. За углом. Там заведение было еле. Исключительно. Просто исключительно. Я аж похудел, когда вернулся. Потому, что жрешь только мясо с овощами. И лишний жир мгновенно в тебе пропадает. Пузо стало сильно меньше. Хотелось бы съездить на отдых. То есть, это мы ездили. Мы там в гостинице жили. Не в санаторий. А хотелось бы в санаторий. Там клизмы целебные. Все такое. По полной программе отдохнуть. Ну, в этот раз не получилось. Может, поедем еще. Макс Т. Подскажите, какие хрусталики вам поставили? В какой клинике, если не секрет и меддоктора? Мне тоже показания пишут, что нужно ставить искусственные хрусталики. Боюсь. И ни у кого в этом вопросе посоветоваться. Ну, блин. Камрад, тоже 21 день назад. Это три недели. Не знаю. Там у тебя что-нибудь решилось? Уже не решилось? Ну, искусственные хрусталики... Как это? Какие? Не знаю. Какие? Американские вроде. Надо посмотреть. Там к ним эти сертификаты выдают. Или европейские, или американские. Не помню. Я про этот ролик отдельный. Уже текст написал. Сделаю. Ну, сразу скажу, что по части боюсь. Я пока с докторами беседовал. Там для них это такая обыденность. То есть, что... Никакого волнения никто нет. У меня глаз всего два, как и у тебя. Я переживал. Естественно, как это вообще? Если там... Для такой сложнейшей операции. Там правильная подготовка и прочее. Нет. Все пожимают плечами, что это абсолютно рядовой процесс. 15 минут там, я не знаю, занимает. Чик-чик и все. Как получится, я угадать не могу. Хрусталики какие? Они для того, чтобы я хорошо видел вдаль. Кто физику в советской школе учил, если хорошо видишь вдаль, то хуже видишь вблизи. Ну, как? У пожилых людей они же это все в таких очках, как дядя Джун ходят. Вот у меня тоже увеличительные очки для того, чтобы читать. Нужны. Либо можно вставить другие, в которых тебе хорошо видно вблизи, но очки нужны вдаль. Я считаю, что вдаль видеть полезнее, чем вблизи. Поэтому вот сделал вот так. Ролик отдельный сделаю. Там все скажу. Я 8 марта... Это продолжение. Камрада. 8 марта переехал из Харькова. Удалось это отчасти благодаря вам. Как? Смотрю вас постоянно с 2012 года. То, что оттуда надо уезжать, вы помогли мне понять раньше, чем я до этого додумался бы сам. И что там думать? Сразу бежать надо, блин, без оглядки. Меня еще, извини, по ходу прочтения. Люди из этих городов, которые освободила российская армия, едут на Запад, на Украину. Это для меня вообще. На Мариуполь все посмотрели, как там происходило. Это вы за второй серией едете. Ехать надо в Россию. Россия огромная. Вы неспокойно совершенно все переждете. Вне зависимости от политических убеждений. Вы помогли мне точно понять, что я русский. Что у меня ничего общего. Что там тогда уже начало происходить и с теми, кого там воспитывают. С 2015 года начал процесс переезда. Из-за семейных обстоятельств пришлось, продолжая жить в Харькове, оформлять гражданство России. Да, при некоторых хитростях можно и так было. Хотя сейчас я жалею, что не разорвал все и не переехал сразу и резко. Ну, это только с жизненным опытом наживается. Но лето 22 года у меня был... На лето 22 года у меня был спланирован окончательный переезд. До начала специальной операции на Украине успел оформить гражданство, купить машину, перевезти в около 70% накопления вещей к друзьям. И так получилось, что именно 23 февраля вечером я приехал в Харьков для продажи имущества, назначенной на утро 24-го. Господи. Минуло две недели свою жену и маленькую дочь я не выводил из Харьковской квартиры в подвал, как украинские власти мне каждый день говорили. Благодаря этому удалось сохранить рассудок и психику в норме. 8 марта я сел в семье в машину и проехал в Россию через линию фронта. Это был наш второй день рождения. Если кого-то заинтересует моя история подробно, могу рассказать. Там много интересного. Кошмар, камрад. Будем думать. Слава Богу, что выбрался. И хорошо, что все хорошо. И чтобы и дальше так было. Дровосек 0317. Три вопроса. Первый. Как вы относитесь к ИИ Стрелкову? Нормально отношусь. Игорь Иванович в два раза в студию приходил. Мы с ним пару роликов записали. Интересные. Согласны ли с мнением, что он играет сейчас роль квази-оппозиции? Почему квази? Игорь Иванович, в моем понимании, выражает свое собственное мнение. Вот оно у него вот такое. Он его выражает. При этом, как мне кажется, он не числит себя в какой-то там оппозиции. Он себя определяет как гражданина Российской Федерации. Ну, вот такое у него мнение. И не только у него оно такое. Если работаешь с народными массами, следует про такое знать. Квази-оппозиция меня удивила, комрад. А вот Навальный. Квази-оппозиция или настоящая? Второй. Планируется ли в Тупчаке записывать разведопросы по освоению Арктики? Если да, то надеюсь. Без участия Степана Земцова, так как ролик с ним, не понравился категорически. Да. Семен Уралов бомбит ролики про Арктику регулярно. Тут с тобой не могу согласиться. Вот ты единственный пишешь, что тебе не понравилось. А другим нравится, например, что делать. Третье. Будет ли разведопрос по перспективам развития IT-сферы? В контексте идей авторов книги Кристалл Роста, да и вообще текущих событий. Эта тема весьма актуальна. Третьего дня заезжал Сергей Вильянов. Мы с ним записали ролик как раз про IT. Что у нас происходит. И как это видится в дальнейшем. Тоже не знаю, комрад. Не понравился тебе Степан Земцов? Может, ты и Серегу Вильянова ненавидишь. Но лично мне было побеседовать интересно. Ролик скоро будет. Энтони Килл Эс. Хотел спросить, не захаживали ли вы на официальный канал YouTube подкаста Talking Sopranos с участием Майкла Империоли и Стива Ширипы? Захаживал, да. Посматривал. Ну, не могу сказать, что меня это как-то возбуждает. Я не любитель всяких вот этих актерских баек. Мне кино нравится. Вот кино нравится. Я его воспринимаю как некий соляпок жизни. И который... По ходу просмотра которого мне навевает какие-то мысли. И вот эти мысли мы, собственно, в разборах и обсуждаем, что это нам навевает. Шутим похабные шутки. Веселимся. Вспоминаем всякое. Что актеры скажут? Ну, так ради... Как его? Энтомологического интереса. Несколько штук послушал. Потом как-то интерес утратил. Там есть нормальные люди. Типа там... Майкл его, по-моему, зовут Майкл. Францези. Отличный бандит. С глубоким пониманием предметов. Вот когда он там разбирает что-то у нас, что характерно, с ним все совпадает при разборах, то вам интересно смотреть. Вот так может быть, а так не может быть. Это, конечно, ну, как... Миллионный раз повторяю, что это художественное произведение. Это не документальный фильм. Но, тем не менее, вот это вот... Когда смотришь, вот впечатляет. Вот это вот круто. Подсмотрено, отлично сделано. А когда вызывает разочарование, ну, что это за фигня. Так нехорошо получается. В общем, туда постоянно приходят в гости все главные актеры сериала, а также сам Дэвид Чейз. Обсуждают интересные факты, которые происходили в процессе съемок. Предаются воспоминаниям, шутят и т.д. Если нравится, смотри смело, комрад. Ронин. Будет ли разбор войны Алой и Белой Розы с Жуковым? Ну, как-то, если я правильно помню, Клим Александрович говорил, что именно война Алой и Белой Розы... Именно эти события навеяли гражданину Мартину Игру Престолов. Но как-то, поскольку мы так зарылись уже в сериал, то как-то не очень получается нам туда приплести Алую и Белую Розу. Но, может, это... Когда добьем Столетнюю войну, тогда, может, за Алую и Белую Розу возьмемся. Андрей. А можете сделать обзор на Джо-Джо Бизарр Адвенчерс. Было бы здорово. Не смотрел, комрад. Не могу. Бандито. Как и вы работают дома. У меня постоянная борьба дисциплины с ленью и сублимацией. Что посоветуете для закрепления нормального распорядка дня и трудовой дисциплины? Ну, для себя я что бы ни советовал, в конечном итоге пришлось снять офис и из дома каждый день ездить на работу. Вот только это меня нормально дисциплинирует. Там личный состав, который на меня смотрит, и я, в общем-то, держу себя в руках и работаю. Дома! И это невозможно. Во-первых, с точки зрения домочадцев я сижу и какую-то фигню читаю, поэтому меня можно отвлекать. Мне нифига не настроиться, и производительность очень низкая. На работе гораздо выше получается. Как-то так. Ну, а в целом... Ну, нельзя сожрать слона за раз. Надо порубить его на кусочки, и в день по отбивной слонятин, и ты его сожрешь. Точно так же рабочее время делишь. Там 45 минут. Вот сяду, сейчас 45 минут выключил, телефон не отвлекаясь, там строчу. 45 минут раз, там 15 минут или 10 перерыв делаешь. Походил, поприседал, чайку дерябнул, и опять за работу. То есть, обязательно делать перерывы и обязательно ни на что не отвлекаться, пока работаешь. Потому, что там наука говорит, что один телефонный звонок, он тебя на 15 минут выбивает из рабочего ритма, пока ты там обратно вернешься. Поэтому никаких отвлечений. Ничем вообще голову отвлекать нельзя. Спортом можно. Встал, походил, ноги поподнимал, руками помахал. Это гораздо полезнее. Сосредотачиваться надо. Комрад Сычев. А возникнут ли еще в продаже внезапно футболки? Ну, мы пробовали. Оно не сильно получается. Всем надо заниматься. Любовь это вам не просто так. Ей надо заниматься. То есть, это нужны специальные люди, которые бы эти футболки придумывали, печатали. Покупали бы этих... Это же должна быть хорошая футболка. Ну, в смысле, тряпочка сама по себе хорошая. Значит, она денег будет стоить. А какие-то эти принты на ней изготавливать... Это еще денег стоит и дальше. Она дороже и дороже. В итоге получится, я не знаю, тысячу рублей. И никто покупать не будет. Имеет ли это смысл? Я как-то теряюсь. А специальных людей, чтобы этим занимались, нет. Дон Педро! Стоит ли нам ждать разбор фильмов из старых коллекций? Фильмы 90-х, нулевых. Там же очень много достойных картин. В отдельности хотелось бы узнать про фильм «Апокалипсис» в режиссуре Мэла Гибсона. Хороший фильм. Только он называется «Апокалипта», а не «Апокалипсис». У меня с древнегреческим не очень. Говорят, что это, в общем-то, одно и то же. И «Апокалипта» это более, так сказать, корректно. Не знаю. «Апокалипсис», «Апокалипта». Не знаю. Кино хорошее. Только «Ягуар» не очень был нарисован. Черный. Было видно, что он нарисован. Я в кино ходил его смотреть. Все тупые подростки вокруг перестали жрать попкорн. Сидели у Розинов рот смотрели. Отличное кино. Экшен. Бодрый. Мне понравилось. Хорошее кино. Особенно предводитель поисковой партии. Когда помнишь, там рабы один сорвался, его там палками душило. И пришел старший. Где пленный? Косой начал что-то отстрить. Назарясь каменный нож из-за спины. Это что теперь? Все будет так, как ты сказал? Цитирую недословно. Вот у Мэла Гибсона полное, глубочайшее понимание, что и как вообще происходит внутри мужских коллективов. Мы смотрели, визжали от восторга. Прыгаем. Разобьемся. Прыгаем. Очень круто. Хорошее кино. Бодрое. Рома. Пара вопросов. Первый. Научное направление на канале приказало долго жить или возможно возобновление? Ну, скорее всего, приказало долго жить. Я, извините, все время повторяюсь. Изготовление роликов. И это затраты. Грубо говоря, если ты посчитаешь и, грубо говоря, оценишь изготовление одного ролика в 30 тысяч рублей... Ну, было бы неплохо, чтобы его примерно там хотя бы 300 тысяч раз посмотрели. А смотрят его 30 тысяч раз. И он не отбивается. Он крайне убыточен сам по себе. При это полезно и интересно и вообще. Но как-то... Или я в аудиторию не попадаю. Или оно действительно вот так вот не востребовано. Но не получается. Все страшно затратно, а пользы не приносит. К моему большому сожалению. То есть, в определенные моменты, когда там прибыли вот столько, то от нее вот столько... Смело можно отрезать. Но когда прибыли становится вот столько, то отрезать столько невозможно. Жизнь жестока. Заснимите, пожалуйста, настоящий рецепт корейской капусты или морковки. Будет. Ready steady. Нет ли в планах разобрать 17 мгновений весны? Егор Николаевич грозился. Будет. Яковлев ДМ. Как относитесь к парусному спорту? Морской романтики, яхтингу. Строго положительно. Ну, я как-то это... Как-то раз мы с товарищами ездили в Таиланд. На Пхукет. И там яхту арендовали. Там, камрад. У него права. Все это. Умеет как следует. Вот. Мы там перемещались на острова. Пси-пси они. Хи-хи. Не знаю, как правильно называются. И я стоял у руля. Я первый учуял качающегося на волнах утопленника. Смердела от него далеко. Вот. И, в общем, было весело. Но так, чтобы самостоятельно заниматься... Нет, никогда не занимался. Я уже старенький. Я бы с удовольствием, ты знаешь, там как-то звали. Но не получилось там в Средиземном море от Испании куда-то до Греции сходить. По-всякому. Ну, увы, работа отвлекает. Невозможно всем заниматься, камрад. А так круто. И выглядит круто. И интересно. The preacher. Какая у тебя гигиена сна? Используешь дыхательные практики? Гигиена? Не знаю. Постель чистая. Воздух свежий. Сортир рядом. Дыхательные практики? Нет. Для меня самое главное это дышать через нос. Если во сне рот откроешь, то высыпаюсь... С открытым ртом высыпаюсь сильно хуже, чем когда дышишь через нос. Там какая-то хитрость с этими перегородками. Когда я на правом боку, нос нормально дышит. А когда на левом боку, то нос закладывает и начинаешь дышать ртом. А крутиться-то последнее. Последнее у меня это гигиена сна. Я себе купил тяжелое одеяло весом в 6 кило. Про него тоже отдельный ролик будет. Не рекламный. Можно сказать рекламный. Денег не платят. Просто интересно. Дыхательные практики? Я просто спокойно дышу. Спокойно. То есть, там можно сказать, что это какие-то там элементы аутотренинга. Ну, когда там у тебя там все тяжелеет. Ты расслабляешься со страстной силой. Очень сильно помогает засыпать. Да. Но оно, я не знаю, у меня настолько на автоматическом уровне, что как-то практиками обозначить сложно. А Бабурин. Вопрос один. 17 мгновений весны будет. Когда? Не знаю. Я своим детям показал тут кортик. Отвечал на вопрос и много думал. Полезно. В бытовухе как-то забываются базовые ценности. Не планируете сделать разбор советской детской и юношеской классики. Но в голливудских все равно мало толковых. А будет еще меньше. Надо подумать. Кортик хороший. Косимкот. Косимкот. Самый понравившийся и запомнившийся смешной мем на вас с Клим Цанычем. На вскидку прямо сейчас можно несколько лет. Не помню, камер. Их такое количество, что я вот эти трое лучших. Десять самых смешных. Их вообще не могу сказать. Zero Tolerance. Наткнулся на кино Zero 2. Криминальная комедия прибалтийская. Но вытягаются по нашему черте. Мне показался очень-очень забавным. От души несколько раз смеялся. Понимаю, вам некогда. Может, все же зацените. Надеюсь, вам зайдет. Я смотрел. Ну, я даже не помню. Первый или второй. Я не помню, как называется. Где там какой-то священник вроде. К батарее был прикован. Смешное. Отличное смешное кино. Вел переговоры с режиссером относительно... Чтобы я его перевел и прокатать в Российской Федерации. Но, к сожалению, не получилось. Там в конце еще... Где-то они там границу нашу переходили. Там в БТР приезжал. Смешное кино. Но не получилось. А кино смешное. Да, согласен. Рейнард. Кто такой Бельчонок? Про которого вы иногда рассказываете. Зовут Данила. Мой подручный Данила. Лутнанти. В Финляндии живешь. Почему для фильмов с правильным переводом вы не приглашаете других актеров дубляжа. Например, для женских партий. А зачем они? Непонятно. А зачем они, комрад? Я один изо всех говорю прекрасно. Дубляжами я не занимаюсь. Ну, то есть, занимаюсь, когда меня зовут так называемым супервайзером. И я там руковожу на студии актерами, режиссерами. Это абсолютно разное. У меня все одноголосое. Поэтому никого не приглашаю. Не надо. Пересмотрел ваши разведопросы с ополченцами ЛДНР 2015 года. Скажите, вы отслеживаете судьбу этих ребят? Ну, по-всякому. Кого-то да. Кого-то нет. Потому, что уже погибли, умерли. И людей не стало. Данил Габашиев. Как победить собственную похотливость? И, наконец, ограничиться одной постоянной женщиной. И не изменять ей. Особенно, если работаешь в фитнес-среде. А то уже 27 лет стукнуло. Не знаю, комрад. Кто-то подходящий должен найтись. Это у тебя женщины, по всей видимости, такие, что тебя хватает на нескольких. Если попадется такая, которой действительно хочется, то, я боюсь, ты никуда не побежишь. Вот как-то так. Только путем поиска соответствующего партнера. Когда тебе больше никого не хочется. Вот тогда да. А так конца и краю будет не видно. Комрад ниже пишет. Но для этого нужно еще иметь стабильную психику. А не так, что сегодня нравится одно, завтра другое. Да. Это тоже было бы полезно. Чтобы не метаться из угла в угол. Frozen Phoenix. Смотрели фильм отец с Энтони Хопкинсом. На удивление взявшим Оскара. Как сказал потом сам мистер Хопкинс. Который не приехал на церемонию вручения. Что не приехал как раз потому, что не ожидал. И действительно все ожидали, что Оскар достанется скончавшемуся Чедвику Беузману за роль в фильме Ма Рейни. Мать Блюза. Фильм отец, как по мне, очень неплохой. Хотя и крайне тяжелый. Интересно ваше мнение насчет данного фильма. Есть ли в фланах разбор в рубрике Синий Фил? Я не смотрел, комрад. Хвалили уважаемые люди. Но я не успеваю. Чептуха, чептикса... Непонятно. Переносили сайт на наши цоды или все еще в Германии хостится? Есть разница в обслуживании и эксплуатации? Конечно, есть. Именно поэтому в Германию перенесем. Именно поэтому. Когда уже заваруха началась... Стал искать куда. В первом же месте с меня попросили... За аренду сервера... За один месяц аренды сервера с меня попросили 615 тысяч рублей за один месяц. Ну, это прекрасно, я считаю. Или сказали... Вот если сразу. Сию секунду. А не хотите, я вот... Можете там 45 тысяч, по-моему, в месяц. Ну, будете в очереди стоять. Ну, то есть, там, я так понимаю, это психоз. Уже массовый побег с западных ресурсов на наши. Я пошел на другой. Где-то за 25 тысяч знающие люди присоветовали. Сунулся туда. Да, не буду пока название говорить. Спрошу. В общем, можно, нельзя. Туда все залили. Там все настроили благополучно. Я вот поехал в Ессентуки. В Ессентуках мне приходит письмо, что надо оплатить значит очередной этот месяц. Я пытаюсь оплатить. С моей карточки не оплачивается из Ессентуков. Раз, два, три, пять. Два дня подряд. Я долбился никак. Пишу в техподдержку. Пишут из техподдержки. А тут вот... А попробуйте вот так. А попробуйте вот так. Срок закончился. Отключили. А они мне сервер отключили. За 25 тысяч рублей к коту под хвост. И через день после этого. А попробуйте вот так. Не платит. Гробовая тишина. На этом общение с этим ресурсом закончилось. Есть другие. Естественно, предусмотрено. Но как-то очень странно. Разница в обслуживании и эксплуатации небо и земля. Так я где-то выкладывали. Не видео, а текст есть. Напиши. Атомная морковка. Оно тебе покажет. СН Туров. Не вопрос, а пожелание. Сделайте ролик о том, как устроена студия. В бытовом смысле. Вот тут вход. Здесь кухня. Стол с зеленой скатертью. Вот так камеры стоят. А вон там Дементий спит. Оно же, Камрад, уже говорил. Волшебство исчезнет. Думаешь, надо? Мне как-то не кажется. Гном НР. Осветите с Клим Санычем музей или места, куда сходить в Питере и окрестностях. А то выбор большой. Всего не охватить. Это целый путеводитель, Камрад, надо делать. Мысль такая была еще там в середине двухтысячных. Успеть, не успеть. Хотелось бы. И даже было бы интересно. Например, про улицу Рубинштейна. Было бы весело. Подумаем. Камрад Кислый. Не читали ли вы книги Андрея Курпатова? Читал, конечно. И в телевизоре смотрел. Книги толковые. Несмотря на все эти интернет-разоблачения. Книжки толковые. Хорошие. Михаил Хлыстун. Огромная просьба. Если будет желание и возможность, расскажите в развитопросе про одежду в лучшем мире сериале. Помню, у вас было видео про классическую мужскую одежду. Как не проеду в метро, вижу дико одетых молодых людей. Малолетних дебилов. Все как под копирку и выглядит нелепо и смешно. Спасибо за ответ. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Да, тоже когда-то затевали. Там была очень толковая девочка. Очень сильно хотела этим делом заниматься. Но потом как-то жизнь сложилась так, что девочка не смогла этим заниматься. Была вынуждена заниматься другим. И все пропало. А полезно было бы, да. Это меня тоже все время как-то с возрастом начинаешь смотреть. Когда вокруг тебя сплошняком все такие остромодные. Они такие вот остромодные. А в результате все одеты как солдаты. Все девки одинаково покрашены. Все в каких-то этих жутких балахонах. Вот в таких ботах. Как солдаты натурально. Вот ставь в строй. И вообще... Ну, только цветом может отличаться будут. Так, единый фасон, единые там эти линии. Мне категорически не нравится. Но при этом как? Молодежь должна дурковать. Выглядеть как идиоты. В этом ее сущность. Потому что они идиоты. В общем-то, пока не вырастут. Я таким точно был. Вот. Ну, а дальше, когда ты уже на работу там или еще чего в приличном обществе. Ну, там да. Там уже надо думать и смотреть. Но если ты, не знаю, там последние пять лет ходил как дурак одетый, то это, наверное, сложно. Было бы неплохо дать пример. Тут, увы, ролики про это делать, это... Как тебе сказать? Ролики... Если я в них есть в этих роликах, то их смотрят много. А если меня там нет, а человек толковый, то пока этот человек раскрутится, добьется популярности, это очень много времени уходит. А народ их просто не смотрит. Потому что меня там нет. А я везде участвовать физически не могу. Роман Ра. Да что ж такое, Роман? Прям уже не знаю. Вы неоднократно упоминали, что вам всегда интересно про животных. Но ни разу не наблюдал у вас в разведопросах специалистов по теме. Не получается или в разрезе разведопросов не так интересно? Нельзя охватить все на свете. Вот заходила как-то там Евгения Тимонова, у которой все как у зверей. Вот есть там разведопросы. Можешь посмотреть. А так нет. Не успеть. Мистер Андерсон. Пользуетесь ли вы маленькой черной книжечкой до сих пор? Актуальна ли для вас эта практика сегодня? Да. Этим надо пользоваться в обязательном порядке, комрад. Конечно, часть заменяет телефон. Как там всякие календари, оповещения и прочие книжечки не может тебя оповестить. Но! Когда у тебя расписаны планы... День, например, это как один, так сказать, из многочисленных аспектов. День надо начинать с того же. Открыть свою записную книжечку и от руки написать план. Что у тебя сегодня запланировано? А вечером проверить, что у тебя из запланированного сделано. Что перенесено там и прочее. Вот. Когда пишешь от руки, это гораздо сильнее отражается на башке. И результаты сильно выше. Поэтому записная книжечка и авторучка необходимы. Сергей Коперник. Вы говорили, что хотели бы разобрать вечный зов. А как вам тени исчезают в полдень? Ничуть не хуже. Тоже его бы разобрать. Понимаю. На всю жизнь не хватит. Но вдруг... Тут, кстати, дементия можно подтянуть. Вот там все как надо. Хороший. Тени исчезают в полдень. Загремим под панфары. Устин Акимович. Алексей Швайковский. А железный занавес того времени... Это примерно то, что происходит сейчас. По такой же системе они закрываются сами? Ну, тогда... Невозможно сравнить, Камрад. Самое главное, тогда не было интернета. И границы были закрыты с обеих сторон. То есть, например, к нам не проникала западная пресса вообще никак. Кроме коммунистических газет. Какой-нибудь там... Монинстар британский. И забыл, как называлось американское. Это сугубо коммунистические издания. Крайне специфичного толка. Так скажем. Я пытался читать, когда язык английский учил. Было просто неинтересно. То есть, они настолько узконаправленные, что как-то вот не очень. Нет газет. Нет книг. Нет кино. Нет театра. Нет радио. Ничего нет. Английского языка ты не знаешь, чтобы там слушать какую-нибудь там, я не знаю, BBC. Никак. А сейчас наоборот. Сейчас у тебя такая прорва информации идет, что какой там занавес. Сейчас не занавес. Занавес-то был для того, чтобы информация из Советского Союза не попадала на Запад. Он для этого создавался нашими западными партнерами. А сейчас это просто экономическая фигня. Когда обрубают экономику. То есть, не дают, так сказать, дышать. Кино... Ты же можешь кино, например, западное скачать с Торрента или посмотреть в каких-то там пиратских этих онлайновых кинотеатрах? Ты же можешь посмотреть? Мы не про законность там и прочее. Можешь? Можешь. А тогда невозможно было. Вот невозможно и все. Мог бы там... Не знаю. Был такой автор. Забыл. Кухаркин. Или как-то так. Такие книжки были. По ту сторону расцвета. И там. Вот там можно было почитать про кино. Например, про что художественный фильм «Крестный отец» или про что художественный фильм «Звездные войны». посмотреть было нельзя никак вообще. Скорее можно было посмотреть прилет марсиан, чем посмотреть «Крестного отца». Например... Вот. Как-то так. Сейчас нет ничего общего. Сейчас экономику ломают. Закрываю. Ну, вот в том, что закрываются сами. Да, безусловно. Сами. Косимкот, Комрад, опять. А будет ли разбор святых из трущоб? Пересматриваю сейчас. Очень не хватает разбора с вашими пояснениями и комментариями. Комрад, я честно не знаю. А что там комментировать? Там же все понятно. Не знаю. Честно, не знаю. Сейчас, конечно, этот фильм про святых выглядит несколько не так, как выглядел в момент выхода. Сыроват. Я бы, имея опыт, сделал несколько иначе. Но, тем не менее, все равно прикольный. Тесс-офф. Вопросов у меня нет. Просто хочу засвидетельствовать свое почтение и сказать спасибо за все, что делаете. Особенно за разовые допросы и за популяризацию всякого полезного. Смотрите на здоровье. В. Буфмин. А что является отрицанием научного коммунизма? И являются ли современные специалисты информационных технологий классом пролетариата? Понятия не имею. Что там отрицается? Комрад, я в дебри ни в какие не лезу. У меня все просто и примитивно. Это со специалистами надо разговаривать. А современные специалисты информационных технологий. Да. Из них получается прибавочная стоимость? Если да, то являются... Игор Шайб. Наверное. Было бы замечательно, если бы с Клим Санычем разбирали игру «Ведьмак 3» или серию книг. А то Клим Саныч снял короткий ролик, который, по ощущениям, больше похож на тизер. И теперь хотелось бы продолжение. Мы даже второй сезон говносериала, Комрад, разобрать не можем. Только Гоматрон. Только с ним сражаемся. Так. Комрад, заглушка. Так. Пожелания всего на свете. Спасибо. Есть ли в планах разведопрос с уважаемым Клим Санычем на тему Кубинской революции? Вроде не было. О Фиделе Кастро, команданте Гевари, об истории данной революции, о ее последствиях в исторической перспективе и нынешним политическим течением на Кубе. Про кубинский социализм. Если быть лаконичней. Затрагивали эту тему в разборе фильмов. Говорят, ты красишь дома. И мне в вашей яркой речи и активной жестикуляции показалось, что вам самому есть о чем рассказать на эту тему. А Клим Санычу есть на чем еще раз продемонстрировать нам свой многогранный талант, постепенно погружая в детали этих исторических событий. Я там был один раз на Кубе. В 2010 году, наверное. Прикольно. Мне понравилось. Но за один раз сильно не освоить. Плюс мы ездили, так сказать, в никуда. То есть, не было... На той стороне никто не встречал никуда, не провожал, не отводил. Это, в общем-то, неправильно. Я не к тому, что меня надо обожать, встречать, возить. У меня деньги есть. Я заплатить могу. Но там мы никого не знали, ничего не видели. Поэтому так. Положившись на волю случая. Ехали на отдых. А там оказалось на Новый год плюс 12. Было весело. В общем-то, не колотун, конечно, но холодно. Не до купаний там, не до чего. Вот. Ну, интересно. То есть, это я где был? В Гаване. На курорте Варадыра мы отдыхали. В Санта-Кларе и в Тринидаде. То есть, так. От берега до берега. И там, в бок. В Санта-Кларе там памятник Че Гевари стоит. К Че Гевари я отношусь и к Фиделю с глубочайшим уважением. Великие люди. К сожалению, обоих с нами уже нет. Ну, да. Было бы интересно. Да. Надо спросить Клим Александровича. Сам ответить не готов. Я такое не умею. Плюс вопрос из зала. Спрашивает дружище. Как и как давно вы познакомились с Дементием? Давно. Еще когда я службу нес в году? В 95-м. Через общих знакомых. Точно в каком году? Сказать не могу, Комрад. Пашудра. Большое спасибо вам и коллективу за труды. Так же, как и вы, иногда курю трубку. В связи с этим вопрос. Первый. Из-за санкций у нас в Самаре стало сложно найти хороший трубочный табак. Пришлось объездить полгорода, чтобы найти что-то путевое. В Питере схожая ситуация или получше? Ну, у нас тут все такие... Со всем уважением к Самаре. Ну, у нас людей живет больше. А значит, денег крутится гораздо больше. А значит... Ну, например, у вас там... Условно говоря, у вас 100 человек курят трубки, а у нас тысяча. Условно. Поэтому к нам везти будут. Просто станет дороже стоить. То есть, вот мы этого в последнее время Вольфа Ларсена купили. Курили в таких здоровых металлических коробках. Ну, они стоили по 3,5 тысячи, по-моему. Сейчас стоит по 5 джун покупает. Я даже не знаю. Ну, то есть, он в наличии есть. Соответственно, тоже точно так же. То есть, часть этих лавок закроется, безусловно. Потому, что у всех покупать не было. Жить останутся только самые большие торговые площадки, так сказать. В у меня возле дома там в подвале на Лиговке магазин табак. Я там в основном закупаюсь. Вот. Дефицит будет, естественно. По-прежнему предпочитаете Петерсон или нашли для себя что-то новое? Разный покупаем мы. У нас курит Дементий. Дементий курит осознанно. А я... А. Для того, чтобы голос ниже был. Раз. Это самое главное. Б. Мне просто интересно. Когда же на меня никотин подействует и я невыносимо захочу курить. Вот чтобы там, знаешь, проснулся, начать озираться. Курить, курить, курить. По-моему, четвертый год пошел. Не берет. То есть, есть. Нет. Никакой разницы. Единственное, что по мозгам шибает гораздо меньше, чем поначалу. Гораздо меньше. То есть, не так вставляет. А так нет. Никаких привычек не развелось. Мэнберпик. Ничего себе. Моя просьба адресована скорее не вам, а Клим Санычу. Поэтому прошу передать при встрече. Запишите, пожалуйста, ролик про Бисмарка из цикла про морские сражения. Предпосылки. Отношение к Вашингтонскому трактату. Создание ТТХ. Поход, гибель. Смешные моменты. Шутки, прибаутки. Все, как вы умеете. Ролики про корабли, танки и подлодки архиинтересные. Да, у вас на канале есть два ролика про этот корабль от других авторов. Но на эту тему никого другого после вас слушать просто невозможно. Клим Санычу передам обязательно. Камрад Скриптолог. Был ли вам интересен цикл бесед с Павлом Перцем? Да, конечно. Отличный. Отличный. Местами просто вообще отвал башки. Там, где всякие полиция, третье отделение, подполье, революционеры. Это же моя работа. Очень интересно. А почему он пропал с канала? Неужели какой-то конфликт? Паша, зарабатывает деньги на экскурсиях. Вводит экскурсии. Где рассказывает не примерно то же самое, а всякое разное. То есть, как я понимаю... Я не сильно с Пашей знаком. Как я понимаю, ему эта работа сильно нравится. Вот эти живые выступления, общение с живыми людьми. Вот он вводит экскурсии. Там, внутри этих экскурсий, Паша абсолютно самодостаточен. У него есть страничка во Вконтакте, где народ собирается. После чего он вводит эти экскурсии. Причем он делать это умеет, в моем понимании, очень хорошо. Водил экскурсии по Питеру и сейчас вводит. Водил экскурсии по Москве, что сложнее. Водил экскурсии по Парижу. Он еще и по-французски говорить умеет. Что, ну, с точки зрения организации, это достаточно сложно. То есть, всех надо куда-то поселить. Всех надо накормить. Провести экскурсии. Чтобы люди еще остались довольны. Вот такая у Павла работа. Она ему нравится. Если я на каком-то этапе, так сказать... Вот он ходил ко мне. Мы с ним записывали ролики. Как это наша любимая. Я потрогал волшебной палочкой. И у Павла увеличилась аудитория. Я только рад. Вот, что теперь он самодостаточный. И может заниматься этим дальше. Совершенно спокойно сам. Зарабатывая, как мне кажется, и, как я надеюсь, приличные деньги. Притом, что он там должен, обязан. Ничего не должен, ничего не обязан. Поссорились. Нет, не ссорились. Мы не дружили. Начнем отсюда. То есть, он человек специфический. И я не менее специфический. Вот, у нас есть точка соприкосновения. Интересные ролики про российское революционное движение. Ну, вот. Поработали на эту тему. Дальше что-нибудь расхотелось. Я не знаю, какие у Павла там в жизни события происходят. Ну, как-то вот перестало и перестало. По-моему, ни он, ни я никаких страданий от этого не испытываю. Захочет еще, набежит. Запишем еще. Нет ли в планах? В планах нет, но если захочет, запишем обязательно. Эльза Грабуздова. Смотрю ваш канал и канал Клим Саныча уже давно. Всем друзьям показываю, советую. Вместе, бывает, собираемся и смотрим, обсуждаем. Большое спасибо за ваши труды. Стараемся. Скажите, пожалуйста. Будете ли вы с Климом Жуковым разбирать второй сезон «Видимака»? Очень сильно хотели. Я его даже принялся смотреть. И, по-моему, две серии посмотрел. Как-то там накал тупизны сильно упал. И уже как-то не очень смешно. Он должен быть совсем дурацкий. А там как-то уже не совсем дурацкий. Хотели, но как-то заглохло. Мне очень понравились ваши разборы первого сезона. Хотелось бы увидеть и второй. Но если нет, то нет. Клим Саныч хотел сделать один ролик. То есть, не из каждой серии терзаться, а один ролик сделать. Ну, буду его терзать. Я довольно часто рисую моих любимых блогеров в разных стилях. Как бы вы отнеслись к тому, что я попробую вас нарисовать? Если вам это интересно, при чем тут мое отношение? Берите, нарисуйте. Или не рисуйте. Будет ли возможность отослать вам готовую работу в онлайн варианте? Так как рисую я на компьютере. Да, конечно, присылайте. Вот внизу сайта написано. Есть такой сайт опер.ру. Называется. Тупичок гоблина. Там внизу промотаете. Есть адрес. Goblinsobakaoper.ru. Пишите. Пока что все доходило. Еще раз спасибо за ваши труды. От всей души хорошей работы. Всей вашей команде и гостям привет. И вам спасибо. Ну, что? Собственно, вот все. Закончились вопросы. Всего меньше, чем в час... Сколько там? 45-44 минуты уложились. По-моему, прекрасно. Что сказать? Ну, надеюсь, все обратили внимание. То есть, это все вопросы, которые вот за это время собрались. За три недели, наверное, за четыре. Последний вопрос был написан день назад. На этом все. Сбор вопросов прекращен. Очередной. Завязали. Надеюсь, все обратили внимание. Сначала воткнули в Синий Хилл. Потом воткнули отдельно на этот, на спонсор. Вип опер.ру. Ролик про конкурсы. Шарады и всякое такое. То есть, у нас там накопилось некоторое количество финансов, девайсов для того, чтобы развлекать почтенную публику. Поэтому конкурсы лично я планирую производить примерно раз в неделю. А может быть, и чаще. Смотря, что разыгрывать будем. Долго думал, каким образом что-то там угадывать. Какие-то викторины, шарады. Подумал, что все это херня полная. Одни знают больше, другие меньше. Кто-то там умеет пользоваться интернетом, кто-то не умеет. Поэтому победителя надо назначать рандомайзером. Так, какое управленческое решение я принял. Вот. Раз в неделю будем бомбить. Когда там наибольшая посещаемость и все такое. Приходите, отмечайтесь в комментах. Получайте призы. А на сегодня все.